Добрый день, дорогие зрители канала Марина Цветы! Вот и пришло время мне поговорить об овощах, о помидорах, о томатах. Очень много видео я снимала о цветах, потому что канал мой Марина Цветы. И я знаю, что может быть только на моем канале вы сможете найти ответы на свои вопросы о выращивании обычных и необычных растений. Хочу сделать объявление, что в связи с тем, что я не только цветовод, но и любитель овощей, фруктов и другой экзотики, по всей видимости на моем канале будут выходить видео несколько раз в день, потому что тематик очень много и в связи с сезоном я просто буду что-то пропустить. Поэтому, дорогие друзья, в ленте просматривайте, пожалуйста, все видео. И самое главное, новые зрители канала. И обращаю внимание, что у меня создано огромное количество плейлистов по тематике. В плейлистах еще больше огромное количество видео мастер-класс. Я понимаю, что не все вы можете просмотреть. И времени у вас нет, и технической возможности нет. То я в каждом видео, под видео, в комментариях буду оставлять похожие видео прошлого года. Или то, что будет последующей тематикой. Мне очень не хочется из года в год повторять одно и то же. Потому что у меня очень много планов и целей снимать видео для вас. Необыкновенные новинок в растении, в водстве, в цветоводстве. Поэтому не будем тратить время. Даже вот плейлист о помидорах, вот сейчас весна, мне кажется, вам будет очень интересно посмотреть и послушать мою информацию. И хочу обратить внимание, что интернет создан для того, чтобы вы слушали, анализировали, аккумулировали знания и создавали только свой опыт. Потому что у всех разная климатическая зона, условия, грунт даже разный, настроение даже разное. И от этого будет многое зависеть. Сегодня я хочу поговорить о проблеме томатов. Ну, можно сказать, своих томатов. Видео я снимаю в преддверии больших праздников. Сегодня 12 апреля. Оно выйдет, конечно, позже в графике. Дорогие друзья, в прошлом году случилось по определенным причинам так, что я пересевала все свои семена, которые я проращивала в так называемой улитке. Пересевала я 1 апреля прямо в открытый грунт. Хочу сказать, что я никуда не опоздала. Моя рассада чувствовала себя прекрасно, удивительно. Мы с вами любители огромного количества сортов, ну вот мы говорим в данном случае помидор. Ну, томатов, но я буду говорить помидор мне так привычнее. И для того, чтобы порадоваться, полюбоваться, проэкспериментировать, мы покупаем огромное количество сортов томатов. И как же их все распределить? В начале весны и зимой я вам показывала. Очень удобно иметь вот такие тетропаки соков, но больше вы покупаете молочных продуктов. В молочных продуктах не всегда бывает вот такой экран блестящий. Вы можете просто затянуть фольгой. И вот посмотрите, сейчас середина апреля. Моя рассада очень маленькая. И это очень хорошо. И я расскажу почему. Высевала я семена 14 апреля. Это у меня Ольга, это у меня Багира. Это среднерослые, в принципе, растения. И среднего срока созревания. Ольга, по-моему, раннего срока, нет, Багира раннего срока созревания. Высевала я практически в середине марта. И моя проблема была в том, дорогие друзья, что я не имела фитоламп. Я уже приобрела фитолампы фирмы Минифермер заранее, потому что это была моя проблема. Несмотря на то, что с середины марта и вот в апреле уже достаточно солнца, растения абсолютно не выглядят презентабельно, скажем так. Потому что они имеют светло-светлую листву, светлые стволики. Конечно, рассада не закаленная. Но фитолампы определенного спектра очень хорошо влияют на фотосинтез растения в такой сложный период. Если вы высаживаете рассаду в январе, в феврале, дорогие друзья, вы создаете себе очень большие проблемы по выращиванию этого рассады. Разместите ее где-то температурный режим, световой режим. Очень часто в этот период посещают черная ножка. Но что происходит с растением? Если вы посеете любой вид томатов, индетерминатный, терминантный, раннего срока, позднего срока созревания, на этикеточке всегда есть допустимое время до сбора урожая. Это от 90 дней до 140 дней. И вы уже можете проанализировать, сколько дней вам до посева семян. Почему опасно сеять рано семена на рассаду? Дорогие друзья, индетерминатные сорта помидор это высокорослые, которые дают плодоношение у нас где-то на пятом-шестом междоузле. При высадке в грунт желательно, чтобы расстояние междоузле было не больше 7 сантиметров. Дорогие друзья, есть определенная биология, есть определенная агротехника каждого растения, каждого овоща. И когда вы высаживаете вот такую рассаду, перерощившую уже с бутонизацией, что происходит? У вашего растения определенный есть код роста. Код, да, среднерослый, гормон роста. Вы ее выращиваете уже практически до максимального своего роста. Ну, например, 40-50 сантиметров. А растение среднерослое, детерминатное, может быть до 80 всего сантиметров максимум. И вот вытянув сосуды, стебля, вот на вот эти 40-50 сантиметров, вегетация плодоношения у вас должна начаться только на вот этих 30 сантиметрах, в котором поместится сколько междоузлей? Совсем немножко. Поэтому первое условие, не спешите именно с томатами никогда. Используйте обязательно подсветку, фитоподсветка лучше, конечно. Или вот в крайнем случае, как у меня, вот такие вот отражательные панели. Вы просто можете фольгой такую планку натянуть, и это будет очень хорошо. Следующая проблема очень большая. Это перелив. Это очень большая проблема. У меня тоже получилось вот в данную минуту так. Но в связи с тем, что у меня вот в этих контейнерах снизу есть такая сливная дырочка, если я вот наклоню, ну сейчас у меня водичка не течет, но я перелила помидоры, это очень плохо. Поливаем мы их только тогда, когда очень хорошо просохнет верхний грунт. Это мы говорим уже о рассаде выше семидольных листиках, когда уже настоящие листья. Поливаем мы только тогда, когда очень хорошо просохнет верхний грунт, чтобы избежать грибковых заболеваний. Это будет очень важно. Вода насыщает растение влагой, оно истощается, и оно не имеет такого качества, как выживать. Это очень важно. Поэтому, дорогие друзья, мы еще используем способы, это то, что я использую, остановки роста рассады. Вы не поверите, вы все хотите быстрее вырастить рассаду, а я ее торможу. Но вот прошло у меня 25 дней, и я останавливала рост рассады. Остановить можно. Это действительно снижением температуры, но снижение температуры нам влечет грибковые заболевания, черную ножку. А я использовала все время препарат укоренитель или корневин. Это препарат, который мы применяем при укоренении растений. Но на протяжении всей зимы я вам его советовала, рекомендовала в разных хипостасах. Что происходит? В укоренителе такой состав, который раздражает корневую систему. И этим способствует нарастанию мочковой, сильной корневой системы. Когда растет корневая система, не растет вершки. И это очень важно. Я забыла сказать, что все-таки я рассаду свою пропикировала, буквально там где-то дней через 10-11. И вот за сколько дней, за 2 недели, меньше даже, вы посмотрите, она опять как у меня идет в рост. Поэтому я продолжаю поливать укоренителем, для того, чтобы остановить рост рассады. Сейчас середина апреля. Если у вас теплица, можно высаживать уже в теплицу. Если прогрелся грунт выше 10-12 градусов, или у вас теплая грядка, это будет очень хорошо. Я буду высаживать, скорее всего, в открытый грунт, или у меня будет теплица с агроволотной. То есть это еще достаточно времени, для того, чтобы прогрелся грунт, для такой температуры. Опрыскивать помидоры поверху в этот период я не люблю, дорогие друзья. Поливаю я так, чтобы не намокали мои листья, чтобы они были сухие. Чтобы не вызвать, ну и пятнистость листьев, и какой-то дискомфорт. Это будет очень важно. В этот период у вас помидоры могут приобрести, ну вот у меня они сейчас салатовые, из-за того, что они не закаленные, они прозрачные буквально. Сейчас ветра сильные, я не могу выносить их на улицу. А когда ветер стихнет, я постепенно их буду закалять в нем и заносить снова потом на веранду. Но бывает так, что у вас листья становятся светло-зеленые, с такими желтыми прожилками. Это проблема для нашего растения. Это неусвояемость фосфора идет. Это период холодной температуры, переувлажнения, или если у вас щелочная земля. Так у вас получилось. Очень хорошо, увидя такую проблему, это называется хлороз листьев. На помидорах и на перце это очень-очень часто. Очень хорошо использовать обычный способ. Вы берете в равных количествах 8 грамм железного купороса и 8 грамм лимонной кислоты. Разбавляете это все на литр теплой воды. У вас получается такой хилат железа. Вообще это удобрение очень дорогое, но мы его делаем в домашних условиях и прекрасно подкармливаем и растения. Даже для профилактики не обязательно ждать, когда у вас листва станет светло-салатовая, с прожилками. Также эта проблема может быть и на цветах, и на кустарнике, и на смородине. Это или щелочной грунт у вас защелачивали вы, например, золой. Я вам об этом уже рассказывала в видео. Очень много хочется, очень много мне хочется вам сейчас рассказать особенностей, но может быть я буду видео дробить и рассказывать больше как бы поэтапно. Да, есть такая методика, что вытянутую рассаду мы с вами высаживаем в грунт, укладывая в грядку, или наоборот, вот туда в глубину, в глубину, для того, чтобы корень искал влагу. Это очень хорошо мы считаем. Но обращаем внимание, что плодородие почвы находится на глубине всего лишь 20-30 сантиметров. А влагу помидор может искать действительно и на глубине 70 сантиметров корень, а то и метр. Поэтому вы анализируете, что вашему помидору больше надо. Влага или питание. Поэтому или вы заглубляете корневую стержневую систему для влаги, вы не имеете возможности много поливать, быть на даче. Или вам важно питание растения, тогда вы укладываете помидоры. Но у меня есть видео об этом, вы можете в плейлисте посмотреть. Это сейчас как бы сопутствующее, если вдруг вы уже будете высаживать в теплицу переросшую рассаду. Если вы не заглубляете корневую систему, это я вам уже наперёд рассказываю, то обязательно корешки распределите на юг, а стебель сам на север. И он будет подниматься, тянуться к солнышку, и так он выровняется. Дорогие друзья, всё-таки я снова хочу обратить внимание на то, что в конце лета, может быть, вот как я, в конце весны задумаемся о том, что обязательно, если вы хотите выращивать рассаду, ну вот для своего сада, для огорода, цветники, но всё равно нам надо приобрести фитолампы. Это действительно будет достойный результат. Но в любом случае не торопитесь с рассадой томатов, помидор, ну для того, чтобы не отягощать себя, не расстраивать, и потом не создавать себе проблемы, не бороться с ними. Поэтому закалка сейчас, самое главное это закалка. Нельзя выносить ветреную погоду, вот у нас сильные ветра. Нельзя выставлять на солнце. Если есть возможность притянить, может быть, агроволокном, это будет очень хорошо. Постепенно, постепенно закалять. Это тоже будет способствовать приостановке роста растений. Это будет очень хорошо. И вот когда у нас внизу стволик потемнеет, даже такой синюшный может быть, это уже показатель то, что рассада начинает жить своей естественной жизнью, дорогие друзья. И высаживать вот такую светло-зеленую рассаду в грунт категорически нельзя. Да даже и в теплицу, если она у вас не обогреваемая, тоже лучше постепенно вот выносить вот так на день, а на ночь заносить. Вверху у меня еще много рассады помидор черри. Я любитель всех таких маленьких сортов помидорчиков, дорогие друзья. Вот используя вот такие контейнеры, я высаживала по 10 штучек. 10-11, но это максимально, что помещается в тетропак. Больше, конечно, категорически нельзя. Поэтому, дорогие друзья, просматривайте плейлист о помидорах. Вы будете уже подкованы, будете знать. Просматривайте, прослушивайте всю информацию огородников. Очень вас прошу в комментариях рассказывать свой опыт очень толерантно, деликатно, потому что вас читают практически весь мир. И когда вы очень грубо фыркаете или что-то эмоционально возмущаетесь, извините меня за выражение, живя еще в 20 веке, не зная новых современных тенденций, методик, может быть, это выглядит крайне некрасиво. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментарии свой опыт выращивания рассады 2017 года. Расскажите смело о своих ошибках. Расскажите, как вы исправляли какие-то проблемы. Для вас это будет настолько важно, когда вы откроете свой опыт, свой талант, выращивая такие прекрасные растения. И зрителям канала Марина Цветы будет очень интересно такие дебаты. Спасибо, что вы были со мной. Я снова анонсирую то, что в связи с тем, что сезон у нас в разгаре, каждый день могут выходить несколько видео в эфир о цветах, об овощах и могут быть о саде или еще какие-то беседы. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал Марина Цветы. И я желаю вам хороших урожаев.